Омск 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 Здесь анекдот в том, что это как библиотека, или как коллекция. Это можно поставить на полку и никогда не послушать, или когда-нибудь вдруг послушать. Человек, которому я ее подарил, считает, что слушать это нужно в зале. И, наконец-то, в Омске есть возможность послушать какую-то пьесу из этой большой коробки, из 10 дисков. Мне кажется, будет интересно услышать это вживую, потому что восприятие на пленке не импровизационное, но все равно это запись, хотя у Гласса есть импровизационный момент, он играет под кинохронику. И вот это восприятие вживую будет более полезным, даже чем возможность посмотреть пленки, концерты, записи. И важно в этом смысле еще то, что Гласс, насколько я понял из его, спрочтенной его биографии, он является частью американской культуры 60-х, 70-х годов, культуры исполнения композиций, минималистических композиций в арт-пространствах, в галереях, лофтах, квартирах. И это, мне кажется, важно для Омска просто в этот момент, узнать, что такое культура, выросшая из таких вот, не андеграунда, но из культурной среды, из неформальной среды. Повторяющаяся ритмика, она хороша для работы, хороша для такого фонового даже прослушивания, что, наверное, оскорбительной для новой музыки. Но, мне кажется, это ритм, который может сопровождать человека в жизни.